Всем здравствуйте! Сегодня я вам расскажу про жизнь и творчество французского писателя Эрика Эммануэля Шмидта. Эрик Эммануэль Шмидт – современный французский писатель, драматург, сценарист, режиссер, философ. Его пьесы были переведены и поставлены в более чем 30 странах мира. Он родился 28 марта 1960 года в предместье Леона, в Сент-Фуа-лес-Леон. Будущий писатель вырос в интеллигентной семье. Его отец был чемпионом Франции по французскому боксу, а его мать – по спортивной ходьбе. В детстве он увлеченно занимался музыкой, он любил играть на фортепиано и даже подумывал о карьере композитора. Но позднее он оставил эту затею. После окончания лицея Шмидт поступил в самое престижное учебное заведение Франции – высшую нормальную школу в Париже, где в 1986 году получил титул доктора по философии, защитив диссертацию на тему «Дидро и метафизика». Параллельно с занятиями в коллеже он продолжал посещать уроки музыки при Леонской консерватории. После получения диплома в течение трёх лет он преподавал философию в Шербуре и в Шамбуре. В 1991 году на сцене Королевского шекспировского театра в Великобритании была впервые поставлена его пьеса «Ночь в Вавилоне», завоевавшая симпатии публики и критики. Вскоре зрители смогли увидеть ещё одну пьесу Шмидта, которая называлась «Посетитель». Постановка этой пьесы, за которую молодой драматург получил в 1994 году три премии Мольер, стала переломным моментом в биографии Шмидта. В 1994 году издаётся его первый роман «Секта эгоистов» с восторгом, встреченный критиками. Автор получает литературную премию за первый роман. Темы произведений французского писателя весьма разнообразны. «Золотой Джо» показывает циничный взгляд на финансовых акул. Загадочные вариации рассказывают о двух мужчинах с разными взглядами на жизнь и на любовь, которые, как оказывается позже, влюблены в одну и ту же женщину. Мировые религии нашли богатое отражение в его творчестве, что ярко проявилось в цикле незримого «Четырёх повестях Шмидта». Повесть «Мсия Ибрагим и цветы Корана» удостоилась немецкой книжной премии в 2004 году и позднее была экранизирована Самаром Шарифом в главной роли. В повести «Мсия Ибрагим и цветы Корана» еврейский мальчик Моисей, которого все зовут просто Момо, живёт вдвоём с отцом, однако отношения у них не ладятся. Вскоре Момо начинает сближаться с пожилым мусульманином Ибрагимом, владелецом небольшого магазинчика, постоянным клиентом которого является Момо. Ибрагим даёт мальчику различные наставления и постепенно начинает знакомить его с жизнью и с мудростью Корана. Роман 2001 года под названием «Другая судьба Эрика Эммануэля Шмидта» вызвал очень бурную критику. В нём описываются два параллельных мира. Один мир выдуманный, а другой Шмидт описывает как реальное историческое развитие событий. Позже у автора выходят романы «Как я был произведением искусства» и «Уиллис из Багдада», которые также не остаются незамеченными критиками и читателями. Отдельного упоминания заслуживают сборники малой прозы Шмидта. «Одетта. Восемь историй о любви», «Мечтательница из Астенде», «Концерт памяти ангела», пользующийся неизменной популярностью у читающей публики. В 2002 году Шмидт написал роман «Оскар и розовая дама». Этот роман обрёл колоссальную популярность «Как и во Франции, так и за пределами Франции и по всему миру». Эта книга никого не оставляет равнодушным, ни детей, ни взрослых. Её герой – десятилетний мальчик, больной лейкемией. Он пишет Господу Богу с прелестным юмором и непосредственностью, рассказывая о забавных и грустных происшествиях больничной жизни. За этим нехитрым рассказом кроется высокая философия бытия, страдания и смерти. В своих произведениях Эрик Эммануэль Шмидт предлагает новый взгляд на действительность. Основанием для него служит реабилитация общечеловеческих морально-этических ценностей. Эрик Эммануэль Шмидт продолжает активно работать в литературном и театральном направлении, живёт в Брюсселе, а с 2008 года имеет кроме французского ещё и бельгийское гражданство. Всем спасибо за внимание! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok